Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Алексей, мы продолжаем наш летсплей на двух картах и Сэм только что вернулся из сарая, если можно так сказать. Вот в общем тюки были упакованы, были проданы и на данный момент 161 тысяча у нас с вами нарисовалось. И казалось бы, можно купить уже какое-нибудь поле и начинать работать, но поле пока подождет, несмотря на то, что у нас хватает денег и на 21 поле, и на 22, и даже на 20, и даже на 18. Вот мы в принципе можем уже покупать 13 поле, но поля покупать пока не будем. Почему? Потому что нужна техника, нужна техника и сельхозинструменты для их обработки. А так как мы принципиально, ни Герберт, ни Сэм, значит не берут технику в аренду, то эту самую технику нужно будет покупать. Поэтому Сэм уже созвонился с Гербертом и Герберт дал добро на покупку начальной техники, которая будет необходима, значит, для обработки этих самых наших первых полей, которые, я надеюсь, в скором времени у нас появятся. Так, сейчас мы пока что отцепим не это, отцепим прицеп и поедем в магазин покупать, друзья, комбайн. Точнее, Сэм сейчас, наверное, закажет все это дело по интернету. Через интернет-магазин, да? Давайте посмотрим, какие агрегаты у нас есть. Ну, вот такой вот комбайн с природным кондиционером когда-то был у Герберта. Вот Герберт говорит, бери все, что угодно, только не его. Бери что-нибудь с кабиной, чтобы пыль в лицо не летела. А то, говорит, к концу рабочего дня будешь землей высмаркиваться. Вот, ну и говорит, возьми Нью Холланд. Вот, есть там такой агрегат за 100 тысяч. Вот, плюс ко всему, кроме комбайна, нужно же будет к нему еще и жадку взять. Нужно будет взять сейлку, какую-нибудь самую плохенькую. И какой-нибудь самый-самый небольшенький культиватор для обработки этих самых полей. Если мы посмотрим гараж, у нас вроде бы как плуг есть, да? Вот он плуг, если нужна будет спашка. Так, а вот культиватора я здесь не наблюдаю, друзья. От слова совсем. Поэтому сейлка и культиватор нам будут необходимы. Так. Давайте присмотрим вот этот комбайн. Обязательно на него добавим систему GPS. Вот, довольно-таки неплохой агрегат. Хоть и, наверное, старенький, отреставрированный. Но, тем не менее, на первых этапах сойдет. 100 тысяч 500. Какой-то канал мне это напоминает, да? Плюс 100 500. Так, покупаем данный комбайн. Есть. Теперь давайте присмотрим к нему жаточку. Жатки, початка собирателей пока брать не будем. Вот, смотрите, жатка стоит тоже третью часть комбайна. 32 тысячи. Хоть она и четырехметровая. Это 4,2. Но, тем не менее. Тем не менее, вот эту жатку я все-таки брать не буду. Возьмем фирменную, Нью-Холландовскую. Подробности. Бренд прописан. Все механизмы в рабочем состоянии. Все смазано, пахнет свежей краской. Поэтому покупаем. Так. И остается у нас 28 600. На эти деньги нам необходимо с вами присмотреть какую-нибудь сейлку. Давайте посмотрим. Доступно нам пока что только вот за 13 тысяч. В принципе, можно было бы и за 32 какой-нибудь взять. Вот она хоть и трехметровая, но смотрите, она сразу удобряет. Еще и удобрялку, друзья, надо. Я же совсем забыл про это дело. Ммм. Однозначно берем тогда то, что другие фермеры, наверное, использовали до нас. Не знаю. Тоже, наверное, отреставрированный такой агрегат. Я помню, что-то подобное было в 13 ферме. Да? Вам не кажется? Вот этот Амазон трехметровый. Тоже с трактором, без кабины. Забыл уже как называется тот трактор. Ну да ладно. Так, 13 тысяч. Да, покупаем. 15 тысяч у нас осталось. Давайте присмотрим культиватор. Вот. Если на удобрялку даже не хватит, то без удобрялки можно обойтись. Техника для удобрения. Ну-ка, что здесь? Здесь тридцатка самая дешевая стоит. 115, даже 26 вот есть. Ну и остальное. Остальное все такое себе. Так, осеялки нужно было тоже посмотреть. Здесь. Ну, здесь, смотрите. Тоже за 40 тысяч. Такие дорогущие. Это у нас набалдашник вперед. На нас тракторы, чтобы удобрения, да? Нет, не прогадал. В принципе, купил самую фуфлыжную. Так оно и есть. Будем пока ей работать. Так, культиваторы смотрим. За 7 тысяч есть у нас трехметровый, да? Это тоже трехметровый, но за 16. А в чем его различие? Интересно, почему он такой дорогой? 7,16. Два раза почти. Здесь какие-то зубья особые или краска? Ну, этот, да, этот простенький. Ну, несмотря на это, диски есть. Барана сзади стоит тоже, ну. Не знаю, давайте. Давайте еще глянем. Может, в конце тут что-то более вкусное есть. Вот за 7500 есть. А ну-ка. Ну, этот как-то маленький, даже более компактный, да? Поттингер. А, так это сальпов, с этого дополнения, с нашего. Давайте его возьмем. Он как-то посимпатичней смотрится. Тоже, правда, трехметровый, ну да бог с ним. Покупаем культиватор. Так, и давайте посмотрим технику для удобрения. Двадцать тысяч. Во как. Сразу, сходу. Двадцать четыре пятьсот. Вернелэнд стоит. Ай-яй-яй. А у нас восемь осталось. Ммм. Ну, тут особо-то не разгонишься, да? Разбрасывателями удобрений. Так, а есть какая-нибудь альтернатива? Разбрасывателям удобрений. Нам бы еще полольник тоже. Ну, полольник. Так, давайте посмотрим, что мы с вами можем продать. У нас, в принципе, есть кое-какие запасы. И на данном этапе, смотрите, молоко у нас две семьсот стоит на зерновой мельнице. Давайте посмотрим, где у нас находится эта самая зерновая мельница. Так, западный элеватор. Зерновая мельница, вот она где. Это мы выезжаем, только едем не к продавцу животных, а едем прямо через кольцо. Здесь рядом со станцией погрузки известий будет зерновая мельница. Давайте, давайте займемся. Так, какой у нас трактор самый скоростной? Наверное, возьмем электротрактор наш, прицепим бочку. И, конечно же, молочко продадим. Там не так его много, правда. Сколько у нас коровы нацедили? Две, две с половиной тонны. Кстати, по поводу коров, как правильно заметили, все-таки, смотрите, уменьшилось у нас время воспроизводства после того, как мы поменяли коричневых коров на белых. То есть, теперь коровы одного типа. И вот в прошлый раз я смотрел, было 150 часов, сейчас уже 120 часов. Воспроизводство, видать, за того, что мы моносмеси закинули. Так что, все-таки, вот эта фича работает. Если у вас коровы разной породы, то приплод будет дольше происходить. Так что, вот, дело в том, что нужно было пропустить какое-то время, а я не дождался в той серии и начал сравнивать. А наблюдательные люди сразу подметили, что коровы-то у нас теперь быстрее плодиться будут. Все, давайте продадим молоко. Эх, где тот ман с полуприцепом с Фельсбруна? Жалко вам, на катер у нас не влазит. Цембо его, наверное, притащил сюда. Кстати, когда Сэм разговаривал с Гербертом по поводу покупки оборудования, то Герберт ему сказал, что уже урожай созрел. Пора бы собирать, как говорится, манатки и мотать на Фельсбрун. Потому что урожай перезреет, осыпется и будет не очень хорошо. Кстати, вот эти заборы, по-моему, без коллизий. Да, это радует. Это, конечно же, радует. Вот она наша зерновая мельница. Да там, смотрите, прям элеватор какой-то. Первый раз Сэм в этот угол карты приехал. Так, а здесь что у нас за бракодилы поле не досеяли? Или это здесь вытоптано так? Дрову выдрали прям с корнями. Это не поле. Точно, точно. Так. И как же нам попасть на эту зерновую мельницу? Наверное, нужно по кольцу, по кольцу и вот сюда. Да. Именно здесь мы сейчас продадим молоко. Посмотрим. Ну, тысяч пять, наверное. Тысяч пять, наверное, прибавится у нас. Было восемь. Да. Шесть семьсот. Шесть семьсот даже. Хорошо. Что еще мы можем продать? Давайте посмотрим. Так, шерсти у нас еще пока нету. Ничего пока другого нету. Яиц тоже нету. В смысле, в курятнике. И курятника нету. Есть соевые бобы. Две семьсот пятьдесят четыре. Пятнадцать девятьсот почти шестнадцать кубов. Мукомольный завод Фельсбруна. Надо же. Вот где это у нас находится. Это нам нужно на паровоз все это дело, да, грузить? Здесь у нас станция погрузки на паровоз. Восточный зерновой элеватор. Он здесь не высвечивается? Нет. То есть, мы можем отвезти все это дело на паровоз. Загрузить. И мукомольный завод Фельсбруна. Ну-ка посетить. Да, вон поезд уехал туда. Ну, давайте проверим эту систему. Ух ты, на том мосту даже паровозы ходят. Ничего себе. То есть, если паровоз сюда отправить, он туда уедет, то типа на Фельсбруне все это дело продастся. Здесь ни триггера, ничего нет. Хорошо, что я посмотрел. А то бы я трактор туда погнал сейчас. Все, поехали. Поехали назад. Прицеп у нас там, правда, такой себе. Так, 14 тысяч. А удобрялочка... Удобрялочка стоит... 20, да? Самая дешевая, по-моему, там была. Разбрас... Простите, разбрасыватель удобрений. Надо, кстати, наши вот эти все трактора тоже навигаторами снабдить. Как с магазина будем забирать, нужно будет не забыть. Не забыть все это дело оформить. Потому что, мало ли что, придется самому Сэму поработать. А он без навигатора и педали путает, и руль не туда крутит. Ну давай, электрический друг, вытягивай. На фельдсброне вот этот бочонок оказался таким маленьким. А здесь по сравнению с этим трактором. Так, ну конечно, я его уже не загоню. Так, виртуозно, с поворотной осью. Поэтому мы его оставим прямо здесь. Периодически будем молоко продавать. Так. Давайте берем прицеп. Давненько он уже стоит здесь. Застоялся, наверное. Так. Откроем крышу. Смотрите, красненький. Брезентик. И еще раз посмотрим. Может быть мы не сою будем продавать, а что-то... В принципе, подсолнухи тоже вот по хорошей цене идут. Так, что у нас еще здесь есть. Канола что-то цена. Не фонтан, вообще не фонтан. Пшеница, ячмень. О, кстати, для пшеницы вот это вот неплохая цена довольно-таки. 1400. Тоже на мукомольный завод Фельсбру. Но давайте мы лучше пшеницу продадим. А вот этот вот сою, вот эту оставим, потому что цена растет. Цена растет и может до 3000 подняться. С другой стороны, вот у подсолнухов тоже неплохая цена. А здесь тоже еще растет. Ну давайте подсолнухи сдадим. Сколько у нас этот прицеп вмещает? Так, вон он поезд. Пшеница, ячмень, канола, подсолнухи. Один из кубов здесь в леваторе у нас. А в прицепе 10750. Ну, чуток оставили. 418 килограмм. Сэм будет щелкать в катере. Так, ну и на восточный зерновой элеватор, я так понимаю. Нужно все это дело оттарабанить. Давайте закроем, чтобы не разлетелось. Вот эту пионерскую палатку повезем теперь на восточный зерновой элеватор. Так, это вон та вон приблуда, да? Смотрите, сорняки как частично вылезли. И здесь вон поле тоже все сорняками заросло. Эх, фермеры, фермеры. Сэм вас научит, как надо работать. Хоть и сам учится еще, но... Тем не менее. Так, сторона разгрузки влево. Хорошо, разгружаем. Интересно, когда деньги капнут у нас? С мельницы фельдсбруна. Так, есть такое дело. Давайте пока трактор заглушим. Включу я, наверное, переключение на поезда. Где оно здесь у нас? Вот оно, переключение на поезда. И попробуем переключиться на этот самый поезд. Он еще, наверное, не приехал с этого. Просто не прозевать бы его. Так, ну можно пока комбайн отогнать. В принципе. Так, ну-ка. Не появился паровоз? Нет еще? Вот как его ловить? На карте он не показывается, что он едет, да? И мы карту откроем. Как его вычислить? Стоять здесь, дежурить. Дежурить на станции. Откуда он оттуда должен появиться, да? Так, вот у нас загрузочный бункер. Да, он туда едет. Значит, откуда-то оттуда он должен пойти. Наш поезд. Вон он. О, пойдет. Стоять, 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 стоять. Форсированное торможение. Он даже побибикал. Чутка. Так, это у нас зерновой вагон первый, да? Так, переключаемся, значит, на этот вагон. Открыть крышу нужно, да? Так, и теперь начать заполнение. Подсолнухи. Промазали немножко разработчики. С этим загрузочным. Так, закрываем крышу. Ну и все, вперед на Фельдсбрун. Давай, Сэм, подуди. На таком тракторе еще не ездил, да, Сэм? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас посмотрим заодно, как это все работает. Деньги сразу капнут или поподжа, когда все-таки у нас паровоз туда доберется до Фельдсбруна. Логично было бы, когда паровоз доберется. Ну, а как оно будет на самом деле, посмотрим. Сейчас Сэма как выкинет, да, из поезда. Пинка ему дадут. Все, и вернется на другую сторону карты. Вы хотите, чтобы поезд продал загруженный товар? Ага, хочу. Деньги, смотрите, сразу пришли. Вот это уже, вот это уже тема. Все, выключаем пока переключение на поезда. Все, можно со спокойной душой ехать назад на базу. Но для начала заглянем в интернет-магазин. Техника для удобрения. 20 тысяч. 24 500. А в чем разница? Это 24 метра. 3200 литров. Это чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше вмещает в себя. На 700 литров больше. Может, можешь вот такую сразу взять? Квернелэндовскую? Чтоб лишний раз не ездить, не заправляться, да? Так, есть контакт. Сколько у нас? 17 тысяч. Тысяч еще шалящий. Что на эти деньги можно купить? Полольник, да? Можно приглядеть. Есть у нас дешевые полольники. Что-то я сомневаюсь. Насчет этого. Культиваторы, дисковые бороны, полольники. 18 тысяч. Есть. 9-ти метровый. И он сразу сеет что-то. А сеет он траву, посевную редьку и канолу. Странно. А зачем? Когда поля посеяны уже, сеять еще что-то? Только на ранних этапах роста посевов. Не понимаю я вот этой функции, конечно. Но так как он стоит недорого. Сейчас мы, наверное, еще что-нибудь продадим. Или пока не будем продавать. Если необходимость в этом полольнике возникнет, то тогда мы его и возьмем. А там, может быть, деньги удастся насобирать уже на тот, который 35 тысяч стоит. Так, вот интересно. Спрашивают, хотите ли вы, чтобы продал поезд? А если я не хочу, то он назад это все привезет и будет так вот катать туда-сюда периодически, да? Так, трактор пока сюда. Ну что, вот они покупки Сэма. Я, наверное, сейчас потихонечку все это дело отторабаню на базу. Точнее, Сэм отторабанит. Вот, а с вами, друзья, буду прощаться. Вот, думал, что в этой серии мы уже на Фельсбрун переберемся. Будем там потихонечку заниматься уборкой. Ну вот, получилось так, что все-таки прикупили технику. Не стал я это оставлять на потом. Сэм первый раз на комбайне едет. Пускай на таком стареньком, но все-таки на настоящем. Тут нужно поезд наблюдать, то может сбить ненароком. О, серьезный агрегат. не то, что тот, без крыши. Точнее, с крышей, но без кабины, да? Здесь уже прям наш хоть и головой в потолок упирается, но зато защищен уже и от ветра, и от пыли, и от жары, возможно даже. А где мы его с вами примастим? Давайте вот сюда, наверное, попробуем его загнать. Получится, нет? О, пока вот так вот пускай стоит под навесом. Так, ну и забирать другую технику поедет наш электротрактор. У него навески и спереди, и сзади, так что он может сразу по два агрегата забирать. Удобрялочку я, наверное, сразу не буду забирать. Кстати, удобрялку и сейлку можно будет сразу же заправить, да? Там сколько? 3 900. А вот эти деньги, кстати, уйдут у нас и на семена, и на удобрения. Что нам нужно? Заправить сейлку, заправить удобрялочку. Сейлка у нас сколько вот это вмещает? Так, тысячу. Значит, на сейлку нужен один мешок семян, да? Емкость тысяча. Так. И 3 900 удобрений. Значит, таких нам нужно четыре купить. Раз, два, три, четыре. о как. Ну, давайте. О, вот эта сейлка как раз подстать нашему трактору. Нет доступа к этому участку. Да не надо мне доступ к этому участку. Мне нужно наполнить вот сейлку, например. О, пошла работа. есть такое дело. Так. Сразу наполним давайте удобрялочки. Удобрялочку. Вот это, конечно, великовато. Оп. так, один есть. Сразу три зацепим. В одной, конечно, останется, да? О, как проседает. Сейчас электротрактор. Так, противовес тебе нужно, однако. Да и не только тебе. Давайте посмотрим, есть у нас противовесы, нет? Мне кажется, у нас не было противовесов. никаких. Так, нет, есть, смотрите, один на 700 кг. Правда. Он пригодится, может быть, для других тракторов. В любом случае, противовес прикупить бы не помешало. 650, 700, ну, не знаю. Не знаю. Ну-ка, этот 600, а цвет какой? Дойц. Так, какая марка у нашего вот этого электротрактора? Риги трак, да? Кае электрик. Так, цвет, здесь же по моделям как-то еще было. Челленджер, JCB, John Deere, тарафент, кейс, моисей, карди, фент. нету, блин, какого, такого желтенького, цвета? давайте посмотрим кто-нибудь желтенькое. Я думал, прям марка его будет. Нет? John Deere, JCB, челленджер. Какой выбрать, что ли? Угадал, не угадал? Интересно, с цветом. Давайте посмотрим. Блин, самый маленький противовес. нет, не угадал, по-моему. Так-то у нас потемнее. Так, ну с другой стороны можно будет прицепить сеялку вперед, правильно? Она же тоже наполненная. Так, а назад удобрялку. А этот противовес потом с культиватором заберем, да? Ну-ка. Во! Пойдет. Все. Буду, друзья, заканчивать на сегодня. Если вам нравятся данные видео, не забывайте, конечно же, ставить лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. и увидимся в следующей части. В следующей части уже мы отправимся на Фельсбрун. Начинать уборку. И вот я думаю, серию записывать или стримчик запустить. пока что в раздумьях. В общем, посмотрим. Все. Всем удачи и всем всего. Оно чуток перевешивает его удобрялочка, но я думаю, доедем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»